На перроне сотрудники сразу нескольких служб в полной готовности. Из вагонов поезда «Адлер-Череповец» выходят пассажиры, большая часть которых не то что в Вологде, в России впервые. Сегодня в областную столицу прибыло почти две сотни украинских беженцев. За последние месяцы это самый большой приток на Вологодщину вынужденных переселенцев. Мы бежали от войны, от бомб. Наше правительство нас хочет убить, уничтожить. Разрушают наши дома, детские сады, школы, заводы. Работы нет, света нет, воды нет, магазины закрыты, есть нечего, деньги и не платят. Сотрудники МЧС и специалисты регистрационной службы помогают приехавшим жителям Украины переносить вещи. Многие с поклажей не расстаются, несут до автобусов сами. Посадку решили организовать у отделения почты рядом с вокзалом. Сюда сегодня к вокзалу приехало 8 автомобилей специально для жителей Украины, которые приехали сюда. Шесть автобусов привезут их в центр временного размещения в Грязовице. Два грузовых автомобиля перевезут вещи, которые они привезли с собой на поезде. Алене 17, где-то рядом мама, бабушка и дед. В руках сумка с Соней. Вокруг шум и суета кошка вжимается в переноску от страха. Девушка пытается успокоить животное, хотя, как сама признается, тоже изрядно напугана. Мы взяли все, что смогли собрать, потому что вещи тянуть невыносимо, их слишком много. Мы ее не могли бросить, а то член семьи, она с нами прожила 10 лет. Пришлось собирать все самые необходимые вещи. Что будет дальше, вся семья Рыбалкиных не знает. Одно радует они вместе, а значит не пропадут, признается девушка. У многих других приехавших ситуация в этом плане гораздо сложнее. Осваиваться на новом месте мучительно больно, потому что там, на родине, их родные под угрозой. Если бы не наши родные, которые там остались, мы бы остались здесь. Но мы не знаем, даже живые или нет, потому что у нас нет ни связи, ничего. Связь заглушили, сразу заглушили. Нет воды, нет света, нет ничего. Ни света, ни газа, ни воды, ничего. То, что все повреждено снарядами, осколками. Уже к вечеру беженцев доставили в центр временного размещения. Планы на сегодня – теплый ужин и сон. А завтра туда же прибудут сотрудники УФМС, чтобы оформить для граждан Украин документы. Приехавшие получат особый статус временного убежища, благодаря которому те смогут на территории страны не только жить, но и работать. Павел Громов, Алексей Романов. Новости Вологды.